Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна.ФМ. 14 часов 4 минуты московское время в эфирной студии Роман Шахов. И у нас сегодня рубрика такая «Звякнула монета», можно назвать её так. Независимый финансовый советник, финансовый эксперт, писатель, блогер и телеведущая, преподаватель сити-класса Наталья Смирнова в гостях у Страны.ФМ. Наталья, здравствуйте! Да, здравствуйте! Итак, у нас много к вам вопросов. И с чего начать вообще? Как нам финансовую грамотность почерпнуть? Откуда и что должно быть в её азах у каждого человека в стране? Есть основа, которая должна быть у всех, вне зависимости от того, какие у них цели, какая финансовая ситуация и так далее. У современного человека. Да, вот есть, что называется, эмас. То есть должно быть точно у каждого. Но почему-то мало кто этого... Это делает. Первое, это у всех должна быть обязательно заначка на непредвиденные расходы. Вот обязательно. Не только у мужчин, она должна быть и у женщин тоже. В каком размере мужчины, спрашиваются сразу? Вы знаете, есть минимум. Это трёхмесячные расходы. Семьи, если мужчина семейный. И, ну, собственно, личное, если он не семейный. Но желательно месяца шесть. У меня двенадцатимесячная. Потому что у меня свой бизнес, у меня то густо, то пусто. Поэтому для бизнесменов я советую месяцев двенадцать. То есть подушечка такая годовая у вас сразу? Да. Ну, я, по крайней мере, знаю. Если что, я не из бизнеса выдёргиваю или там не в кредит какие-то сумасшедшие влезаю. А у меня есть заначка. Это первое. Заначка у нас хранится не в тумбочке. Так, где хранить? Он у нас хранится там, где есть проценты на остаток, но где легко взять. Это либо банковский вклад с возможностью частичного снятия, либо лично у меня доходная карта. То есть карта обычная банковская карта, но с процентом на остаток. У меня около семи процентов там. Взяла, оп, сняла, никаких проблем. Если не надо, пусть лежит. Но и для транжир карта не подходит. У меня есть знакомые, которые вот так положили заначку и тут же спустили заначку. Есть какой-то инструмент, чтобы им как-то вот этот вот, знаете, чёс этот... Позаначки по всему, да? Ну да, чтобы не растратить. Какой-то человек должен быть, какая-то функция электронная в кошельке. Как не потратить всё? Знаете, у меня вот есть знакомый, который мне говорит, слушай, ну между нами, у меня жена жуткая транжира. Можно как-нибудь сделать, чтобы вот она не тратила. Мы с ним поставили по его дополнительной карте, к его счёту, лимит. И она не может физически его выбрать по карте. А карта — это единственный её источник денег. Поэтому, но поскольку она не очень финансово грамотная, каждый раз, когда у неё лимит превышается, он говорит, это что-то с банком, наверное. И, в общем-то, всё, они уже благополучно так себе и на отпуск накопили и так далее. То есть семье достойный достаток и гармония. Мне кажется, сейчас многие вот мужчины по городам вещания страны ФМ выкрикнули одну букву «О». О, да. Ну-ка, ну-ка, да. Спасибо. Наталья Смирнова не зря уже пришла в эфир страны ФМ. Что ещё, Наташа? Что ещё? Какие, может быть, важные вещи? Мы не знаем. Заначка первая. Второе. Вы знаете, ну где-то в 2014-2015 году это было нормально, когда вы свободные деньги, если они у вас есть, храните на банковском вкладе. Сумасшедшие были проценты. 20, 18 годовых и так далее. Сейчас этого нету. Поэтому если есть деньги, которые, ну, ближайшие, если у вас есть такое, то это супер, ближайшие года три вам не нужны. И есть замечательная вещь, она из трёх букв, но она печатная. Эти три буквы называются И и С. Индивидуальный инвестиционный счёт. Особый вид инвестиционного счёта, который нам даёт гарантированную доходность 13% от государства. То есть взяли, положили деньги на этот счёт. И государство возвращает 13% от того, что вы вложили. Но не больше, чем с 400 тысяч рублей. Ну вот сколько там? Минимум какой-то, наверное, есть? Минимума нету. Но минимум это то, что на нашем финансовом рынке можно купить, ну, тысячу рублей. Вот, ну, тысячу рублей можно уже положить. От тысячи до 400 тысяч. И и С, да? И ИС, да. Индивидуальный инвестиционный счёт. По закону можно до миллиона, но вот эти 13% государство только с 400 возвращает. Поэтому я рекомендую вот до 400 тысяч, от скольки угодно, до суммы 400. Каждый год можно туда отправлять. Как это найти? В интернете? Ну, можно ввести ИИС. В интернете это уже нормальная история. Она с 15-го года у нас есть. Но есть три крупнейших брокера в нашей стране. Есть крупнейшие управляющие компании в нашей стране. Идёте туда. Если зарегистрированы на сайте госуслуг, можно не идти, а зайти в интернет бесплатно, открыть этот счёт, туда завести деньги. Но если вы вообще ничего в финансах не понимаете, то можно вот эти деньги, которые вы туда разместите, вложить в самые простые, это государственные облигации. По ним сейчас доходность где-то 7 годовых чистыми. То есть получается, вы вложите, ну, например, 100 тысяч рублей. На них получили за год 7. И 13 от государства. 20 годовых в рублях чистыми. Вот ничего не надо делать. Просто вот если вы готовы 3 года не вытаскивать эти деньги, иначе этот вычет-то государственный не сработает, вот вам элементарнейший инструмент, который даёт вам доходность 20 годовых. Она вот, она вот, она под ногами у вас валяется. Её нужно только взять. Сложных каких-то математических целодвижений делать не надо. Мало кто об этом знает. Хорошо, никто об этом не знает. Но у нас всего 320 тысяч этих счетов открыто с начала 15-го года. У нас в нашей стране понятно, сколько миллионов человек живёт. То есть ни о чём. Да, действительно. Странно, почему-то нет рекламы и так далее. Ну вот, а вещь-то хорошая. Вещь хорошая, отлично. И замечательная альтернатива депозиту. У меня так знакомая себе на несколько поездок в Санкт-Петербург заработала. Но ведь можно смотреть, Наташ, можно, например, жена положила там сумму, да, и муж положил. Это уже 800 на каждые 400 по 13 процентов. Родители работают, родителей напрячь. Ну, потому что должен быть официальный доход, чтобы эти 13 процентов получить. Друзья есть знакомые, братья, сёстры. У меня так один знакомый по всей своей семье так разложил Иисы. На жену, на сестру, на брата, на родителей, у жены, на родителей. И они так благополучно себе припеваючи живут. И каждый год получают каждые по 52 тысячи рублей от государства на 400 тысяч. Он мне потом звонит и говорит, слушай, а реально работает. Надо же как, не обманули. У нас вот эта вот история, что не может быть, чтобы государство не обмануло. Но оно не обманывает. Здесь реально всё чётко. И ИС, друзья, запоминаем, гуглим и, собственно, кладём, кто сколько может, туда, чтобы потом получать до 13 процентов. Всё правильно? От государства ещё плюс там какая-то доходность от инструментов, которые вы разместите. То есть до 20, а может и больше годовых можно получить. Вообще ли фонт. Фантастика. Что ещё, Наталья? Есть история, которая очень часто прерывает все инвестиции. Это называется «Что-то случилось». Ну, не дай бог, там, по здоровью. Форс-мажор какой-то. Форс-мажор с имуществом и так далее. У нас вот уникальная история. Вот такой страны я больше другой не знаю. Вот у нас у многих есть машины. Вот я не знаю ни одного. Ну, ОСАГО, понятно, по закону нужно. Но если эта машина важная, составляющая семьи, то у всех есть каска. А вот у скольки процентов людей есть страховка жизни? Меньше 2% населения. То есть машину застраховать от ДТП – это да, а себя нет. Вот удивительная история. Хотя страховка жизни, вот у меня лично она есть, она меня в 2008 году очень сильно спасла. У меня были накопления. Я изымала их, чтобы открыть свой собственный бизнес. И что-то мне хотелось сложить на нашем фондовом рынке. И у меня случилась проблема по здоровью. Если бы у меня страховки жизни не было, мне бы пришлось это все потратить на себя. И у меня не было бы ни бизнеса, ни внимания 150% годовых в 2009 году от нашего фондового рынка. Ну никому это вообще вот почему-то не сдалось. Хотя и многие считают, что страховка – это все неправильно и выплатят. И вообще это лишние траты. Но по статистике 50% кредитов не выплачиваются, потому что проблемы со здоровьем у людей возникает. 50%! Половина. Слушайте, а страховаться в каких-то компаниях больших лучше или так же в интернете вбиваешь страховые брокеры? Ну конечно можно вбить в интернете, но я лично себя и родителей страхую в компаниях, которые пережили 1998 год и живы до сих пор. И имеют максимальные рейтинги надежности. Их не так много, но пяток наберется. Условно, вы в каждую из них отправляете информацию себе, ну там позвонили, через сайт отправили и говорите, мне столько-то лет, я такого-то пола, хочу застраховаться от таких-то болячих. Это на год или как страховка делается? Бывает на год, бывает на определенный срок. Я застрахована до, ну сейчас будет немножечко болезненная, я застрахована по пенсионный возраст, который у нас был, до моего 55-летия. То есть вам надо немножко продлить будет, да? Я попадаю, нет, я просто попадаю, да, я попадаю под новое законодательство, то есть 63 года, если все нормально, все принимают, то, конечно, мне в 63 выходить. Поэтому надо будет продлить, конечно. Ну, нам надо всем будет продлить. Нам все, все там будем, да. Друзья, мы продлим общение с Натальей, оставайтесь в компании телерадиоканала Страна.ФМ. И если у вас есть вопросы, можно их прислать на номер 8909-9281-899. СМС, Ватсап, Вайбер. У нас в гостях финансовый советник, финансовый эксперт, независимый финансовый эксперт и преподаватель сити-класса, о чем мы тоже еще поговорим, Наталья Смирнова. Не переключайтесь. Наталья Смирнова, наш ангел, друзья, в информировании вопросов финансов и обогащения. Возможно. По-прежнему в эфире телерадиоканала Страна.ФМ у нас продолжается программа «Лучшие в стране». Итак, мы поговорили уже о очень важных вещах. Возможно, кто-то сейчас смотрит, слушает Страну.ФМ и понимает, что вот у меня доллары есть, например, евро у меня есть, и все у меня будет хорошо, потому что, так сказать, все это скачет, а эта валюта железобетонная. Что мы можем, Наташа, сказать таким людям? Ну, с одной стороны, я соглашусь, потому что у меня само сбережение в иностранной валюте есть. Но я бы сказала таким людям, что они продвинуты, что они уже делают диверсификацию, то есть не хранят все в одной валюте. Но можно сделать еще круче. Можно не просто доллары купить или евро купить и положить в тумбочку, или на банковский счет, или на банковский вклад, там, под один или, может быть, два процента годовых. Можно пойти дальше. Например, на нашем рынке от 1 тысячи долларов, всего 1 тысяча долларов, это минимальный порог входа, можно купить облигации, это специальная ценная бумага, ну, долг какой-то компании или какой-то страны, в нашем случае это наших компаний или нашей страны, и зарабатывать 4-5 процентов годовых в долларах. От 1 тысячи долларов это можно делать. И, ну, вложиться там в облигации нашего ВЭБа, Внешэкономбанка, ВТБ, Газпромбанк, Газпром, ну, куда уж надежнее, чем Газпром, это наше все. И так далее. То есть взяли, открыли счет. То есть надо прийти в банк. Это надо к брокеру прийти. Где брокера найти, Наташа? Брокера у нас, в общем-то, берете, открываете там Google или Яндекс, и нажимаете список самых крупных брокерских компаний России. И вы увидите, что у нас там есть, ну, крупнейший там финам открытия БКС, вот, подобного рода. Идете к ним, открываете счет, тот же самый ИИС вы открываете там же, в том числе. И говорите, мне нужно брокерский счет открыть. Туда переводите деньги, ну, в данном случае доллар или евро, и покупаете облигации. Как? Ну, у вас будет там персональный менеджер, и вы скажете, мне вот подберите облигации, я хочу вложиться на год или там на два, каких-нибудь нормальных компаний. И вам подберут. Вы скажете, на какую сумму, там, ну, тысячу долларов, десять тысяч долларов, пять тысяч долларов, неважно. И все, взяли, купили, два раза в год получаете проценты. Это штука гарантированная тоже, да? Она гарантированная, проценты, да. Когда мы говорим про облигацию, это ценная бумага, то есть вы должны, если хотите вот окопаться и сидеть максимально вот ровно, да, и уверенно в завтрашнем дне, вы должны сидеть до конца, до той даты, когда она закончится, погасится, ну, как депозит. Если вы идите раньше, она может в цене немного упасть, и тогда вы можете получить убыток. Поэтому купили, сидим до конца, получаем проценты, обычно два раза в год, не напрягаемся и имеем четыре-пять годовых. Если вы хотите, как это, предаться страсти и хочется чего-нибудь повеселее, пожестче, то тогда, и вы готовы к риску, то тогда можно пытаться инвестировать в более интересный инструмент, называется акции. Это доля в каком-то бизнесе, ну, там, тот же самый Газпром, но на нашем рынке есть акции зарубежных компаний. Фейсбук, Амазон, Эппл и так далее. Если вы бы инвестировали в акции Эппл, туда порог входа, ну, около 200 долларов. Вы бы за прошлый год заработали 60 годовых. 60 годовых в долларах. Вот, легко, да? Если мы вложили бы в акции Дочи Банка, туда вход около 11 долларов был, то вы бы за месяц заработали 15%. Нормально. Сейчас упал Фейсбук на больше, чем 20%. То есть, если вы готовы к риску, можно вложиться. И там порог входа, ну, тоже где-то около 170 долларов. Вложились, подождали, ну, может быть, полгодика, годик. И, в принципе, это может быть и 20 годовых потенциально. И это тоже брокерские компании, да? Да, это все там же. И это все на нашем рынке. То есть, это не надо за границу ехать. Не надо изобретать велосипед. С вами будут говорить по-русски. Это все на нашем рынке. И так, что, мне кажется, проще не бывает. И маленькие пороги входа. То есть, сказать, что, ой, это все для миллионеров, неправда. Ну, неправда. Друзья, правда то, что мы продолжим с Натальей общаться. Не переключайтесь. И правда еще в том, что нам надо сделать маленькую паузу, а потом мы продолжим. Вопросы Натальи оставляйте в ВКонтакте Страна.ФМ и номер 8909-928-189-9. Пишите. Лучшее в стране. На телерадиоканале Страна.ФМ. Дамы и господа, Наталья Смирнова по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.ФМ. Независимый финансовый советник, финансовый эксперт, писатель, блогер и телеведущий, а также преподаватель сети-класса. Наташ, что у нас с НДС со следующего года? Расскажите вся эта история. Мы ждем 19-й, предвкушаем, понимаем, подсчитываем, но не всем хватает знаний вот этих вот грамотности финансовой. Итак, что же будет? Ну, у нас НДС повышает с 18 до 20. Многие считают, что это все совершенно несущественно, потому что всего лишь на 2% повышает. Но повышает не на 2%, а на 2 пункта. То есть 2% прибавляет к 18. Это значит, что НДС повышается на 11%. Не на 2, а на 11. НДС, напомню, это у нас косвенный налог, который входит во все наши основные товары и услуги, которые мы потребляем. И основным плательщиком НДС является не кто иной, как мы с вами. То есть это на население, в общем-то, ложится, а не на производителей и так далее. Они его просто перекладывают, возмещают, а платим его все равно мы. Так что можно ожидать, ну, по логике, что начиная с 2019 года те товары и услуги, где включен в цену НДС, это почти все, у нас подорожают на 10%. Потому что я, конечно... Это минимум. Это минимум. Я, безусловно, я оптимист по жизни, но я не верю, что у нас производители скажут, «Бедный народ, надо, наверное, цены понизить пропорционально, чтобы они ничего не почувствовали. Поэтому цены не поменяются с точки зрения восприятия людей». Да ну, не верю я в это. И поэтому, ну, готовьтесь к тому, что инфляция с точки зрения вот сравнения, сколько вы потратили в 2018 году и на то же самое в 2019, ну, будет минимум 10%. Не 4, как у нас сейчас рапортуют, а 10. Так что это означает, что если вы сейчас живете впритык, то есть доходы и расходы у вас равны, или, наоборот, вообще расходы выше, это значит, надо одуматься и придумать, что с вами вообще придумать такого интересного, чтобы разницу между доходами и расходами увеличить, чтобы вы могли нормально себя чувствовать в 2019 году, а не залезать в кредиты и, не дай бог, не в микрофинансовые какие-нибудь дела. Что касается покупок, получается, что лучше в этом году до 2019 года купить, потому что в следующем году будет гораздо дороже все стоить, и необходимо искать новые источники заработка, чтобы не объединить на эти 10%. Соглашусь. Но еще, если, например, вы можете сказать, что вы получаете деньги на зарплатную карту, и вы ей там расплачиваетесь, то подумайте на тему карт с опцией кэшбэк, когда вам возвращают, ну, там, до определенного процента, да. Поэтому, если вы, например, активно тратите деньги на покупки продуктов и так далее, то выбирайте карты с кэшбэком и тратите преимущественно с них, чтобы хоть как-то компенсировать, возможно, повышение цен. И второе, чтобы по этим картам также начислялись бонусные баллы. На каждую покупку пропорциональное количество бонусов, чтобы вы могли бонусами расплачиваться в магазинах-партнерах вашего банка. И таким образом, не снижая вашего уровня жизни, вы можете тратить меньше и компенсировать, возможно, повышение цен. Так я, например, сама делаю. Кредиты стоит ли брать или как поступить? Вроде надо же что-то людям покупать, да, автомобили, квартиры, но вот надвигается 2019 год, может быть, сейчас взять? Ну, у нас Центробанк сказал что? Что, скорее всего, до конца этого года ставку дальше понижать не будут. То есть, скорее всего, кредиты до конца 2018 года дешевле не станут. Что будет в 2019-м, зависит. А цен на нефть, будут ли у нас новые санкции и так далее, и так далее, как у нас вообще будут дела. Этого, конечно, никто не знает. Поэтому, если вам реально нужна квартира, если вам реально нужна машина, там, предыдущая разваливается, и вы реально не можете на ней ездить, наверное, да, я бы сказала, приобретайте. Единственное, не абы какую, а посмотрите в тех производителей, где, например, могут быть специальные условия по автокредитованию. Может быть, вы сможете накопить какой-то первоначальный взнос, процентов там 20-30, и получите льготу, и получить автокредит там под процентов под 5, под 6, может быть, 7, ну, не под там 14-15. То есть все равно какая-то аналитика до этого должна быть. И по ипотеке то же самое. И обязательно перед тем, как брать кредит, удостоверьтесь, чтобы после того, как вы его взяли, на все-все-все кредиты, которые у вас в вашей семье есть, приходилось не больше, чем 30% ежемесячного дохода. Иначе, привет, долговая яма. Вам будет тяжело, а в 19-м еще хуже. Я не стращаю, это просто математика. Да, друзья, это просто математика. Значит, мы посчитали, и очень много у вас, Наташа, получается в сети-классе выступлений. 20-го ближайший вебинар, как сохранить капитал в период кризиса. Да, верно, верно. Мы туда людей зазываем, расскажите, как это проходит, и какие-нибудь там, дайте нам тизеры, что там вы рассказываете. Ну, смотрите, каждый раз, каждый месяц вебинар на тему, как сохранить деньги в кризис, это про что-то новое. Я этот семинар и вебинар веду уже 10 лет, потому что у нас перманентно где-то случается кризис, и он не переставляет быть актуальным, не перестает быть актуальным. И в августе, скорее всего, я буду рассказывать про варианты для консервативных инвесторов и для агрессивных. Для консервативных я буду говорить про облигации, то есть как можно сохранить деньги в рублях и в валюте. Ну да, это мы уже поняли, да. Здесь для агрессивных вот там будет интересно. Для агрессивных я расскажу про то, как можно сохранить рубли и получить доходность около 25-ти годовых. Я буду рассказывать про такую страшную историю, как пир-то-пир. Это особый вид инвестиционных инструментов, который стал новомодным последний год. Это около 25-ти годовых, и порог входа там от 5-ти тысяч рублей. Я буду рассказывать про то, как заработать на кризисе в Турции, как можно там сделать в валюте больше 20-ти годовых. Я буду рассказывать, конечно, про крипто, потому что про нее все спрашивают. Это вообще реальная штука? Так, если двух словах. Она, да, она реальна, она существует. Единственное, она еще у нас в стране нерегулируема, но она не запрещена. То есть это в процессе, скажем так, устаканивания. Я про это тоже расскажу, что у нас, что за рубежом в отношении крипты существует, как на этом можно зарабатывать. Я расскажу про историю, которая называется IPO, когда компания только выходит на рынок, и как на этом можно заработать. Если вы этим воспользовались, например, когда выходила Twitter, могли бы заработать 300 годовых о валюте легко, не напрягаясь. Естественно, я расскажу про варианты налоговой, но в рамках закона оптимизации, потому что, как известно, это надо думать перед тем, как куда-то вкладываться, не только с точки зрения рисков, но и с точки зрения налоговых последствий. Потому что если вы инвестируете в валюте, то если вы живете в России постоянно, у вас может возникнуть такая неприятная история, как налог на курсовую разницу. Вы вложились в долларах, вложили что-то за 100 долларов купили, потом продали за 100 долларов, а в это время доллар с 30 до 60 вырос. И оп, а вам приходит налог 13% с разницей. Хотя вы за 100 долларов купили, за 100 долларов продали. Я тоже буду рассказывать, как в рамках закона можно полностью уйти от налогообложения. Естественно, в рамках налогового кодекса. Еще раз говорю, там миллион вариантов, как это можно сделать. Так что, и все это, о чем я буду говорить, оно доступно от малых сумм, там 1000 долларов, 5000 долларов или в рублях эквивалент. В общем-то, доступно каждому абсолютно. Значит, доступно тем, кто подключается к вебинару. То есть не надо лично приходить. Как это устроено у вас? Мы перешли в сети класса на историю с вебинарами, потому что начали проситься представители из разных регионов. Ну, не могут они каждый раз приезжать в Москву, я не понимаю, зачем. Поэтому достаточно иметь компьютер или там телефон, или iPad, неважно, планшет. Иметь устойчивое более-менее интернет-соединение. И заходить в нужное время по московскому времени, это 7 часов вечера, подключаться. И где-то час-полтора идет этот вебинар. Там будет я, ну, в плане видео. И звука тоже я. И там будет моя презентация. Естественно, вебинар, я понимаю, что, ну, вечер, кто-то может отлучиться, кому-то позвонили и так далее. Запись вебинара всегда будет, поэтому ее отправят всем участникам по e-mail в конце. То есть, смотрите, в принципе, если человек смотрит, он может даже вопросы задавать. Ну, вообще желательно, потому что я чувствую, что я не в пустоту говорю. Если человек вдруг, ну, какие-то форс-мажорные обстоятельства заплатил, но не смог присутствовать, он все равно получит видеозапись этого. Конечно. Со всеми вопросами. Вот я вчера проводила в сети-классе вебинар на тему, как создать пассивный доход. Я такой вебинар планирую в сентябре месяце. И у нас было как раз где-то сентябрь, октябрь. Ну, осенью, короче, будет. И в этом смысле у нас действительно получилось большое количество подключившихся. Но там была Тюмень, там был Новосибирск, Санкт-Петербург, Архангельск был. Ну, в общем, много городов. Мы все в одной вебинарной комнате. Огромное количество вопросов. Я на все отвечаю. Что людей прежде всего интересует? Вот если так как-то группировать вопросы. Если группировать, то извечные вопросы. Что делать и кто виноват. Но в этом смысле, когда я рассказываю, обычно либо вопросы делятся на общие серии. А вот если мы говорим про вот такой-то инструмент, какие там риски? Или а если мы говорим про сравнение вот этого инструмента и вот этого, какой лучше? А есть варианты прям конкретные кейсы. Вы знаете, а вот у меня такая-то сумма, такие-то цели и к риску не готов или там готов, хочу пополнять. Вот что мне подойдет? И то, и то. Есть в вебинаре возможность задать private вопрос. То есть, чтобы его никто не увидел и я на него отвечу либо в private чате, либо я его озвучу, но, естественно, не говоря, кто его задает. Например, меня спрашивают, что сделать, если, например, такая ситуация. Поэтому даже если хочется что-то задать, но не хочется об этом писать в чате, тоже есть варианты вполне себе. Слушайте, здорово. Получается, что в августе, 3 сентября уже школа финансового советника, личный финансовый план, который необходимо делать каждому человеку в наше время. И вот эта вот школа финансового советника онлайн, это то же самое, что это вебинар или это еще что-то? Мы тоже ее сделали полностью онлайновый. Это серия вебинаров, но это именно школа. То есть там получается история следующая. Там 8 блоков. Это личный финансовый план, инвестиции в целом, инвестиции за рубежом, кредиты, риски, налоги, пенсия. Там же еще идет дополнительно бизнес финансового советника, еще несколько вариантов. И каждый блок это неделя. В понедельник мы проводим вебинар «Я веду», то есть это теория, я рассказываю, что такое там личный финансовый план, как его составлять, или какие бывают инвестиционные инструменты, или какие бывают риски, как от них откажешься подстраховаться. А в четверг мне все участники присылают домашние задания. Я в понедельник говорю, а вот у вас есть кейс, ну там, вот Вася есть, вот Маша есть, вот у них какие-то суммы, вот такая зарплата, вот такая финансовая ситуация. А давайте вы мне на основании этого кейса, вы то, что вы только что прослушали, вы попробуйте применить на практике, вы дадите вот Ваше и Васе. Такая задачка финансовая получается. Да, Ваше и Маше, например, рекомендации, как оптимизировать их кредиты, как оптимизировать их налоги, какой портфель вы бы им инвестиционные составили, ну и так далее. Можно подключиться на все восемь блоков, можно выбрать только те, которые вам нужны, можно там второй, четвертый, или там третий, восьмой. Они также будут в записи впоследствии, да? В записи, конечно, все будет. И разбор практики, и теория. Отлично. Друзья, маленькая пауза, после чего мы вернемся к обсуждению финансовых вопросов. Оставайтесь в компании Страна.ФМ. Дорогие друзья, это телерадиоканал Страна.ФМ. Наталья Смирнова, независимый финансовый советник, эксперт, по-прежнему у нас в гостях. Мы рассказываем вам о том, что Наталья принимает активное участие в жизни Сити-класса, ведет там вебинары, что очень удобно, потому что неограниченное количество участников, и даже если вам по какой-то причине не получается участвовать, вы можете посмотреть, потом получить запись, пересматривать ее и переслушивать спикера. Так, у нас еще очень важный вопрос с недавнего времени, а именно с чемпионата мира по футболу, пенсия. Что нам ждать? Вот если пенсия повышается, время выхода отодвигается, что нам сулит, как нам вообще жить в этой ситуации, откладывать самим уже, начинать, что делать? Ну, первое, это правильно было сказано, что продолжать жить, это, наверное, самое основное. Какие у нас проблемы связаны с вот этим повышением пенсионного возраста? Первое, это коснется мужчин 63-го года и моложе, и женщин 71-го года и моложе. Все, кто старше, не так сильно их затронет или не затронет вообще. Второй момент, что нужно делать? Это, как это ни странно, заботиться о своем здоровье и иметь хотя бы минимальную страховку жизни от опасных заболеваний, потому что у нас, особенно мужчины, извините, они не очень долго живут исторически, так сложилось. Поэтому о здоровье нужно заботиться. Как у меня дедушка, который чуть-чуть не дожил до 100 лет, говорит, ты знаешь, какая у меня основная мотивация дожить и пережить 95-летие? Я говорю, какая? Он говорит, я хочу сделать все, чтобы отбить все взносы, которые с меня взяли в пенсионный фонд. Наташ, мы поняли, в кого вы. Вот, да, у меня дед и бабушка, которая чуть-чуть до 98-ми не дожила, сказала то же самое. Поэтому это должна быть мотивация первая. Второе. Поэтому говорить, я все равно не доживу, поэтому копить не надо, это неправильная мотивация. Это первая. Вторая мотивация. У нас есть проблема, что где-то с 45-50 лет трудно бывает найти работу, если вдруг оказался неудел. Поэтому нужно обязательно, ну, во-первых, инвестировать в свое образование, а, во-вторых, желательно иметь хоть минимальный пассивный доход. Я сейчас многим рекомендую, если вы рассчитывали на минимальную пенсию, там, 10-14 тысяч рублей в месяц, например, с 55-ти или 60-ти летия, то попробуйте самостоятельно накопить такую сумму, которая бы вам давала эти, там, 10 или 14 тысяч рублей в месяц. Ну, при пример, как вот это, какая-то сумма, которую на проценты кладут, да? Да, например, вот 10 тысяч рублей в месяц хочется, чтобы, ну, хоть как-то, чтобы жить, если вдруг совсем все плохо. 10 тысяч в месяц, 120 тысяч в год. Это нужно около миллиона рублей, чтобы он, будучи вложен достаточно спокойно, процентов под 10, и вам давал вот примерно эти варианты. Это, например, облигации, да? Это вот облигации, например. То есть миллион к 55-ти или 60-ти годам надо накопить, а это значит, что нужно начинать уже сейчас, чтобы не получилось, что вам за год этот миллион нужно откуда-то достать. Одного, да, члена семьи, если это муж с женой, то 2 миллиона. Тогда 2, да. Если это семья из многих людей, значит, миллион на каждого. В общем, копите на это, друзья, а не на машину какую-нибудь. Это важнее. Да, потому что можно, конечно, бомбить на машине, но мне кажется, что приятнее иметь пассивный доход все-таки. И дополнительный момент. Мы уже об этом сегодня говорили. У нас есть классный инструмент. Индивидуальный инвестиционный счет, ИИС. Взяли, открыли, каждый месяц по чуть-чуть туда государственные облигации. Получаем обратно 13% и еще около 7% доходность по ним. И вперед! Никаких проблем. Вы точно сможете накопить себе миллионы, даже больше к этому выходу на пенсию или раньше. Так что, ну, будет у вас пенсия с 63 или 65, а у вас, оп, а уже заначка есть, и вы с 55 уже сможете себе 10-15 тысяч организовать. Дорогие друзья, процент оптимизма в наших жизнях благодаря выступлению Наташи поднялся, мне кажется, очень-очень-очень много. Наташа, спасибо большое. Мы будем записываться в Сити-класс. Ближайший вебинар, друзья, 20 августа. Как сохранить капитал в период кризиса? Мы будем следить за вебинарами и посещать их, а также школа, онлайн-школа финансового советника. Наталья Смирнова была в гостях у страны ФМ. Наталья, большое спасибо. Спасибо, что позвали. И если что-то еще, вы к нам приходите и рассказывайте, как нам жить дальше в плане финансов. Ой, я с удовольствием. Спасибо. До новых встреч, друзья. Чудесной пятницы и роскошных выходных. Счастливо, пока. Лучшее в стране.